Первый биткоин ATF в скором времени может быть одобрен. Скоро наступит лучший день за долгое время. В своей оценке он обгонит любую другую валюту. Как дела, ребят, с возвращением на канал? И сегодня 9 ноября, а биткоин остановился на годовом максимуме. И хоть мы не смогли преодолеть 38 тысяч, мы по-прежнему находимся выше вчерашних цен. Так что это образует интересную зону для анализа графика. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать следующее. Ребята из CryptoCommons просто огонь. Они наизнанку выворачиваются, делая переводы моих видосов. А чтобы они не протухали и были свежими, они зачастую вообще спать не ложатся. Так что ваша благодарочка в виде лайка и подписки на канал будет очень уместна. Ну а за бесценные комментарии вообще премиум спасибо. Итак, биткоин не смог преодолеть 38 тысяч. И, конечно же, сразу появляется толпа, извергающая на Твиттере свои совершенно не помогающие ничем мнения о том, какая это вершина. Либо, не стыдьте, мы скоро поедем дальше. Ах, весь этот бесконечно повторяющийся бред. Но перед тем, как мы погрузимся в тренд биткоина еще глубже, хочу напомнить, что прямо сейчас эфир, если посмотреть в краткосроке, лезет вверх. В Твиттере я недавно говорил, что эфир готовится к тому, чтобы догнать биткоин. Что, скорее всего, приведет для эфира к прорыву, пока биткоин медлит. Эфир тупил, когда прорвался вверх биткоин, а теперь похоже все наоборот. Эфир рвется, пока биткоин тупит. Это в каждом цикле происходит. Так что не слушайте максималистов биткоина. Потому что вот так это работает. Это всегда срабатывает. Если вы посмотрите, эфир лезет вверх. Но то, что сейчас делает в краткосроке биткоин, это то, что он идет ниже. Посмотрите, четкая обратка. Так что сейчас мы наблюдаем прорыв по эфиру, что очень вероятно приведет к началу альткоин сезона. Если мы посмотрим на Total 3, это общий объем, суммы по трем. Что дает нам общую капитализацию рынка за исключением биткоина и за исключением эфира. Зацените. Это было в последнем цикле 2021-го. Когда мы прорвались выше этой вершины, альта буквально слетела с катушек. А теперь мы прямо вот здесь, прямо в этой точке. Да, у нас образовалось непреодоление, потому что биткоин поехал ниже. Но в конечном итоге альткоин сезон, настоящий альткоин сезон, пока не начался. Все, что мы до настоящего момента с вами наблюдали, было лишь предсезоном, настоящего забега по альте. Ведь альткоин сезон образуется, когда мы преодолеем вот это сопротивление. И как только это произойдет, вот тогда по-настоящему засияет альта. Довольно безумно полагать, что многие из этих монет даже не начали двигаться. При этом эфир уже начал откусывать от пирога, так что, скорее всего, по нему мы увидим хорошее движение вверх. Мы об этом много раз говорили на Твиттере, а также о целях для эфира, которые... Довольно просты. Если мы наложим Фивоначчи с вершины донизу на недельном таймфрейме, то получим цель около 2500, что также является зоной закрытия тела свечи с 2022-го. Так что, ребята, в этом забеге 2500, скорее всего, будет целью пробоя для эфира. Поэтому не удивляйтесь, если увидите, как эфир долетел до этого уровня, что в конечном итоге приведет к началу альткоин весны. И я думаю, что очень важно анализировать поведение биткоина, происходящее в прошлом, так как это вам дает очень хорошее понимание о том, как отыгрывают эти тренды. Не в точности того, что ожидать, а то, как это может отыграть. И одно важно помнить, что обычно цена в боковике идет дольше, чем вы думаете. В большинстве случаев. Как, например, в этом году. С марта по настоящее время мы были в боковике. А теперь мы на этих более высоких уровнях. И человеческий мозг будет ожидать роста этой цены. Ваш мозг хочет, чтобы цена росла. Или падала. Прямо вот буквально вверх или вниз. Но то, как это заканчивается в конечном итоге, это образование восходящих верхов, либо нисходящих низов. Более долгая консолидация перед тем, как образуется новый тренд. Вы получаете эти более продолжительные консолидации, эти затянутые преобразования, и все это дольше, чем вы ждете. Не забывайте, чаще рынок идет в боковике, а не вверх или вниз. Баковик. И вот отсюда это более вероятное развитие событий. Нас ждет что-то наподобие вот этого. Это фрактал с забега 2017 года. И если мы его наложим на график, то вы поймете, что я имею в виду. Если мы что-то разберем в этих линиях. Для биткоина все заканчивается непреодолением, значительной волатильностью, разлом параболы, нарушение тренда, а затем он становится больше, крупнее. Это очень обычное явление. И это то, что вам следует ожидать от рынка, если, конечно же, вы считаете халвинг бычьим событием. Так что будет ли будущее точно таким же? Нет. Но происходит ли это в каждом халвинге, в каждом бычьем рынке? Да. Более крупные параболические тренды, менее крупные параболические тренды, переходящие в более крупные. По мере того, как тренд формируется и растет, в итоге мы с вами получаем зацикленную петлю эмоциональной отдачи. Когда первая группа людей оказывается в рынке, забудем о недельном графике, и представим буквально только то, что у нас сейчас получилось. Когда биткоин оказался вот в этой зоне, на этой территории. И когда первая группа инвесторов оказалась в рынке. Так что, если вы купили здесь, поздравляю, вы группа номер один. Но теперь давайте посмотрим на группу номер два. Группа номер два зашла в рынок где-то вот в этой зоне. Мы видим, как вторая группа завершает свою зону. И, честно говоря, это технический термин для рыночной психологии. Он называется эмоциональная отдача. Эмоциональная отдача — это то, что и создает параболический тренд. Поэтому, если у нас есть несколько групп, зашедших в рынок на разных ценах, то в конечном итоге целая группа становится все больше и громче. В итоге она и создает параболический тренд. И то, что нам необходимо увидеть как подтверждение того, что это реально происходит, это увидеть, что данные параболические тренды, даже если группы и становятся крупнее и громче, люди начинают говорить, смотрите, все, мы уже давно удерживаем предыдущее сопротивление как новую поддержку, формируем более крупный тренд и рвемся выше. И объединение всех этих групп, а также тот шум, который все они создают в социальных медиа, становится все крупнее и громче. Мы видим образование нового цикла, когда все об этом говорят все больше и больше. Из-за растущих рейтингов новостей о том, что все ждут и ищут. Это подпитывает петлю обратной связи, в итоге она растет. И тренд растет вверх, падает вниз, становится крупнее, шире, и вы видите, как это формирует данную параболу. Так что вторая группа формируется сейчас, а группа три, скорее всего, будет формироваться позже, если не произойдет какого-то крупного обвала экономики, чего я совсем не ожидаю. Но по мере формирования этих групп и того, как они становятся все крупнее, они станут одной огромной петлей обратной связи, что в буквальном смысле отправит нас к историческому максимуму. И когда начнется безумие. Вот так это происходит в каждом биткоин-цикле. И сейчас это как бы именно то, что я и анализирую. Формирование группы номер два, а в дальнейшем группы три, ожидая перелома вот этого тренда и ожидая эту параболу, пробивающуюся вниз, при этом вырастая. Потому что ведь это не произойдет по прямой. Многие люди думают, что то, как работает парабола, это одна целая параболическая трендовая линия. Вот такая трендовая линия, и все должно идти вдоль этой трендовой линии. Но если этого не происходит, то значит параболе конец. Нет, так не работает. Она становится больше, крупнее, шире, растет и растет. Вот так я сейчас это вижу. И многие из вас скажут, «О боже, Кевин так настроен по бычьи, он буквально Тузи Мунер». Что ж, то, что я сейчас показываю вам на графике, на самом деле огромная 30% коррекция. На самом деле даже 40% спуск. Так что на самом деле я это реально и ожидаю. Я думаю, что мы скорее отскочим обратно, может даже достигнув более высоких целей. Снова наебем и засквизим медведей. Поднимемся к этой цели падающего клина, о которой мы говорили на Твиттере, на самом деле в начале этого года. Вот этот нисходящий клин и цель, о которой я говорил, в 52 тысячи. Мне на самом деле говорили в январе, перед тем, как образовался прорыв. А теперь, со временем, это становится все более и более реалистично. Но вовсе не обязательно, что в следующем мы достигнем эту цель. Это может быть всего лишь зона перед FTX-коллапсом. Уровень 4.236. Соответственно, 41.500, грубо. Перед тем, как образуется крупная коррекция, когда мы сквизанем наше движение вверх, до этого уровня, затем откатимся ниже, и только потом поедем выше. Здесь очень много различных сценариев, но главная мысль в том, что вам следует ожидать огромное количество волатильности, обманок и огромных ликвидаций с обоих сторон, по мере того, как формируется и вырастает тренд. Это не прямая линия. Это будет жестко, это будет безумно, но в конечном итоге я ожидаю крупный параболический тренд. И я думаю, что вот эта следующая зона, неважно, прорвемся мы ли мы быстрее или позже, это следующая нижняя зона, дно вот этой второй группы, перед тем, как мы направимся к группе 3, это будет очень хорошей возможностью для того, чтобы открывать позиции, перед тем, как все действительно начнет расти. И многие люди постоянно забывают, что тренд, точнее, каждый раз, когда тренд выстреливает, люди всегда начинают думать, что они опоздали, что они упустили возможность, и эта возможность больше никогда не появится снова. Но даже вот здесь, для биткоина, в 2017, каждый раз, когда выстреливал тренд, он возвращался, выстреливал, а затем приближался к той зоне, да, буквально, он полностью возвращался, и в 2021 он почти полностью вернулся. Так что, ребят, будьте с этими трендами осторожней. Обычно он гораздо более кровавый, чем вы думаете. И даже если вы думаете, что вы упустили этот прорыв, вероятно, он еще вернется, перед тем, как поехать выше. Ясно? Это то, как обычно и происходит. Так что, если вы ищете действительно долгосрочные заходы, я думаю, вам следует взять массивной коррекции, которую никто не ждет. Которая сожрет Ланге, перед тем, как мы уйдем в действительную параболу. Вот такие дела, ребят. Надеюсь, вам понравился выпуск и та аналитика, которую я для вас сделал. Так что, с вас лайк, подписка и комментарии, а я вам желаю хороших выходных. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...